Большинство социальных объектов села Усть-Кулом недоступны для инвалидов-колясочников. Такой вывод сделали участники межрайонного автопробега людей с ограниченными возможностями. Они попытались самостоятельно зайти в магазины, аптеки и клуб. Что изменится, выяснил Денис Сидоров. Артём Романов из Прелузии в коляске передвигается уже 14 лет. Сегодня проехал по селу Усть-Кулом и без посторонней помощи не смог попасть даже в магазины. Никакой магазин не приспособлен для инвалидов-колясочников. Такая же ситуация с аптеками, Домом культуры и библиотекой. Мы сегодня в центре Усть-Кулома смогли попасть, наверное, в единственное здание, это вот в аптеку. Но оно также недоступно, большой порог при въезде. И кроме того, мы видим, что с улицы, также на коляске тяжело попасть, так как плитка, татуарная, которая обложена, она выше дороги. Районные чиновники заявили, в ближайшее время ситуация изменится. В муниципалитете принята целевая программа «Доступная среда». В целом на ее реализацию выделено порядка двух миллионов рублей, в том числе это учреждения культуры, здравоохранения, образования. Пандусами оборудуют здания администрации, магазины, аптеки, школу и детский сад. Кроме того, все новые здания в муниципалитете будут строить, учитывая пожелания людей с ограниченными возможностями. Денис Сидоров, Анастасия Колесникова, телеканал Юрген, Усть-Куломский район.